Добрый день! В этот день вы вновь собрались для того, чтобы продолжить наше изучение. Суббота — это время пересмотреть свою жизнь. Размышляя о своей жизни, вы можете вспомнить детство. Каково было расти и становиться молодым человеком или молодой девушкой. У вас есть свои воспоминания. Что-то вы не можете вспоминать без улыбки. Возможно, вы обожали домашних животных. Быть может, вы обожали их слишком сильно. Возможно, вы даже любили их еду. А быть может, вы просто любили еду. Точка. Быть может, вы хотели стать художником. А быть может, и нет. Вы просто любили играть в грязи. И доставляли много хлопот маме или папе. А возможно, вы просто были слишком любопытны. А быть может, вы порой делали что-то очень странное. И можно задаться вопросом, у папы спина мокрая, потому что вспотела, или из-за чего-то еще. И посмотрите на взгляд ребенка. Такой пассивно-агрессивный. А возможно, иногда ваша мама оставляла вас с вашим папой. И это время могло быть особым переживанием в вашей жизни. Возможно, вы сейчас уже дедушка или бабушка, как, скажем, мы. И мы обожаем своих внуков. У нас трое внуков. И вот, глядя на внуков, которые появляются в нашей жизни, мы вспоминаем, как сами когда-то были детьми. Итак, это занятие называется «Суббота. Время переосмыслить свою жизнь». Когда мы оглядываемся на свое детство, вспоминаем молодые годы, для кого-то это воспоминание, а для кого-то реальность. Но вы понимаете, мы все были детьми, у нас у всех есть воспоминания о детстве. И после того, как мы выросли, у нас у самих появились дети, или мы собираемся иметь детей. Джим Смит однажды написал в книге, названной «Стрела, направленная в небеса». Говорят, что дети, больные рахитом, соскребают побелку со стен. Так и мы, ища любви и признания, соскребаем их со стен. И ради этого мы готовы на все. «Карабкаться по карьерной лестнице, веселить окружающих, копить имущество, экспериментировать с внешностью и так далее. Люди религиозные начинают особенно скурпулезно относиться к соблюдению церковных обрядов и практик, рассчитывая заслужить Божие одобрение благочестием и праведностью. Мы ищем признание где угодно, только не в Боге, и в конечном итоге не находим его, и потому вынуждены либо отрицать боль, либо заглушать ее алкоголем или лекарствами, но подребность в любви никуда не девается. Жизнь без любви невыносима». Оглядываясь на свою жизнь, на детство, вы можете осознать, что также хотели признание, хотели чувствовать себя принятым. Вы хотели, чтобы на вас обратили внимание, когда вы достигнете определенного успеха. Возможно, вы стали сильно религиозным, даже скурпулезно религиозным. Надеюсь, что все это даст вам то признание, в котором вы нуждаетесь. Но любые попытки найти принятие, признание, значимость не в Боге, оставят нас опустошенными. Ощущение внутренней пустоты может быть очень болезненным, и люди пытаются это как-то вылечить алкоголем или лекарствами. Но человеческая душа нуждается в любви. Прочитав это, я вспомнил свое детство, и я понял, что я также хотел принятия. И вдобавок к этому, я не был таким большим мальчиком, я был небольшого роста, был мелким. И порой другие ребята смотрели на меня, видя, что я меньше ростом, и говорили, «Ты, наверное, еще в четвертом классе, да? Ты не можешь быть в шестом классе, так? Нет, я учусь в шестом классе. И только когда я был в старших классах, я вырос. Так что я знаю, каково это быть мелким». Вы помните Закхея из Библии? Он был небольшого роста, поэтому ему пришлось забраться на дерево. Вот порой такими мелкими мы себя чувствуем внутри, непринятыми, нелюбимыми, отверженными. Мы пытаемся что-то сделать, чтобы на нас обратили внимание. Я немного умел рисовать, но, конечно, не так, как мой сын. Но достаточно, чтобы на меня обратили внимание, на те картины, которые я создавал. Поэтому я продолжал писать картины, прислушивался к тем замечаниям, которые делали люди. Затем от живописи я перешел к музыке. И какое-то время это помогало мне получать внимание и признание. Но даже позднее в своей жизни, когда я занимался служением, я обнаружил, что я также ищу внимание, будучи пастором, проповедником. Я радовался комплиментам, которые говорили мне люди, когда они приближались к Богу вследствие моего служения. Мне нравилось, когда они говорили нечто подобное. Но было и нечто противоположное. Когда я основывал церковь, были хорошие времена, были и сложные времена. Происходило то, чего я не ожидал. И я помню время, когда один за одним люди покидали нашу церковь. было так радостно видеть, как молодые семьи обращались ко Христу, познавали Его, росли в Нем, становились лидерами в церкви. Но затем происходили изменения в обществе, люди теряли работу или вынуждены были переезжать на другое место из-за работы. Их приглашали в другой город, на другое место работы, где в них нуждались. И они принимали это приглашение и уезжали. И я вот наблюдал, как одна семья за другой уезжает. Да, были новые семьи, которые приходили в церковь, но мое сердце уже было привязано к этим людям. Они стали так близки к нам, мы так сдружились с ними. Мои лучшие друзья, и мое сердце было разбито. И каждый раз, когда какая-то семья уезжала, я ощущал, что вот этот пьедестал под моими ногами, церковь, которую созидал, уходил из-под ног. Я не понимал этого, пока в моей жизни не наступила суббота. И только тогда я стал оглядываться на свою жизнь, и Бог стал говорить ко мне, «Посмотри, церковь стала для тебя тем пьедесталом, на котором ты стоишь, чтобы тебя все видели». И когда все хорошо, очень приятно быть на этом пьедестале, когда что-то идет не так, кто-то уходит из церкви, то ты словно ощущаешь землетрясение под ногами. Словно этот пьедестал рушится, земля уходит из-под ног. Кто-то пытается разрушить этот твой пьедестал, и ты эмоционально чувствуешь себя разбитым, потому что перестаешь получать то внимание, какое хочешь. И Бог тогда открыл для меня свое слово. Послание к филиппийцам, первая глава, где Павел пишет, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Посмотрите, «Ибо для меня жизнь Христос». То есть Христос – мой пьедестал. И если я чувствую себя небольшого роста, то нету дерева выше Иисуса Христа, на которое я могу забраться. И у меня не может быть большего пьедестала любви, чем Иисус Христос. Я очень старался, чтобы получать хорошие оценки в школе, затем получал дипломы в очень известных университетах. И я надеялся, что если перед моей фамилией будет стоять пастор или в конце доктор, то это придаст мне какой-то любви со стороны окружающих. Но это не сработало. Некоторые даже начинают завидовать. Они не стали любить меня больше из-за моей степени. Я думал, что если перед моей фамилией будет стоять пастор, то я буду больше нравиться людям. Кому-то это нравилось, а кому-то нет. И я обнаружил, что никакой титул, ничто, кроме Иисуса Христа, ничто, кроме этого, не сможет удовлетворить. Все остальное только лишь разочаровывает. Иисус Христос — это самый надежный пьедестал, который не рушится, не уходит из-под дну, какие бы сильные ветры ни дули со всех сторон. Иисус Христос — моя скала, мой пьедестал. И именно к такому заключению я пришел во время своей первой субботы, когда сидел в своей машине в том парке. Я переосмыслил свою жизнь, и Бог наполнил мое сердце миром. Я смог отпустить то, за что так цеплялся, то, что я делал, только лишь для того, чтобы быть любимым, быть замеченным, хотя до сих пор испытываю это искушение сделать что-то, чтобы быть замеченным. Но я вновь и вновь напоминаю себе, что только Иисус Христос может удовлетворить мои глубинные нужды. Я сам практикую это и призываю к этому других пересматривать свою жизнь, отдавать Господу то, что беспокоит нас. Это первый шаг субботнего переживания. Но далее мы пересматриваем свою жизнь. Быть может, вы будете это делать не каждую субботу, пересматривать свою жизнь, но все равно это делать нужно достаточно часто, пересматривать свою жизнь, переосмысливать, что-то произошло в вашей жизни. Вы обращаетесь к Библии и пытаетесь понять, что Бог хочет вам сказать, какое значение это имеет для моей души. Итак, суббота — это время для того, чтобы переосмыслить свою жизнь. И это очень важно. Мы же об этом с вами поговорили. Сейчас я хотел бы, чтобы Лоис с нами поделилась о том, что значит пересмотреть свою жизнь и как посмотреть в лицо своим проблемам. И о том, что этот аспект субботы оказался очень важным для нее, что она чаще и чаще стала посылать меня в парк. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Я вам уже рассказывала, как Джим впервые начал уделять время в субботе, как это происходило и какое влияние оказывало на нас. Когда это стало постоянной частью нашей жизни, то я замечала, что если он не ходил в парк в течение недели или более, в семье появлялась напряженность. Все просто было как-то не так. В таких случаях, после того, как он уходил утром, я буквально брала в руки телефон и звонила в церковь, ему в офис. Я знала, что сообщение, которое я оставлю, получит только он и никто другой не сможет его прослушать. И я говорила ему, «Джим, не возвращайся домой, пока не сходишь в парк». Настолько сильно это влияло на отношения между нами и наши отношения с сыновьями. И когда он выбивался из ритма и переставал ходить в парк в течение некоторого времени, я это сразу замечала. Для нас и для меня это стало так важно, что, как я уже сказала, мне приходилось звонить в церковь и оставлять ему сообщения на автоответчике со словами «Джим, тебе нужно сходить в парк». Для нас, как для семьи и для нашей жизни, это стало очень важно. И это произошло почти сразу. Именно так. И даже сейчас, если проходит две или три недели, и я не провожу вот такого времени с Богом, не пересматриваю свою жизнь, то я начинаю себя вести так, как будто меня никто не любит. Но когда я наедине с Богом, то Он показывает мне мою жизнь, и Он показывает мне все мои слабости, немощи, детские страхи, какие-то неприятные воспоминания, и Он показывает, что все еще любит меня. Мы думаем, что если увидим что-то нехорошее в своей жизни, то Бог скажет, «Иди, стань в угол и подумай хорошенько над этим». Но все не так. Когда вы задумываетесь об этом, быть может, это какой-то грех, неправильный поступок или что-то еще, Бог не ставит нас в угол, чтобы мы подумали об этом. Он обнимает нас, Он идет к нам навстречу, потому что видит наше покаяние. Когда человек кается, он думает, что Бог сейчас накажет его, потому что он осознает свой грех, свою вину, но Бог прощает и обнимает этого человека. Поэтому с Богом я могу поговорить обо всем, что не так в моей жизни, о чем я сожалею, о чем я желаю, чтобы было по-другому, но Он любит меня, несмотря на все это. И вот в минуту уединения с Ним я осознаю это. Я чувствую себя любимым в такие минуты более всего. И после этого я уже не так нуждаюсь в любви и одобрении людей. Я думаю, что мы созданы друг для друга, и это важно. Но главный наш источник удовлетворения потребностей в любви — это любовь, которую мы обнаруживаем в Иисусе Христе, Его любви к нам. И к этой любви мы прикасаемся в минуту уединения, а также общаясь в группах. Но я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Время переосмыслить свою жизнь. Это тяжелый труд. Нам легче отрицать то, что мы видим в нас. Мы готовы больше часов работать, нести больше служений для Бога, чем смотреть на себя. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok